Роман Чернявский 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 работать. А если не дадут работать, а человек привык к тому, что ему дает работать, понятно, что будет конфликт очень скоро. Ну и непонятно, да, вот был человек, который дал результат в прошлом году, Дэйв Кинг, да, и было уже понятно сразу, что он в следующем сезоне работать не будет, вот прямо по ходу плей-офф нам об этом было объявлено, и теперь его возвращают, вот тоже непонятно, странная очень позиция, тогда надо было сразу его оставлять. Надо было сначала Петра Ильича вернуть, он поработать месяц, нет, тогда получается, что сейчас правильно после Симпсона было назначить Воробьева, и ближе к плей-оффу опять назначить Кинга. Ну, в принципе, Кинга взяли советника, может, сейчас скоро и о Воробьеве объявят, кто знает. Ну, я так понимаю, что там конфликт в клубе у Яковлева, у президента клуба, с Воробьевым, и Воробьев-то ушел не очень так хорошо. Не, естественно, это в плане шутки, конечно, скорее... Ну, ты знаешь, мне кажется, уже любые можно сейчас рассматривать варианты. Я скорее не удивлюсь, если Воробьев там в Тольятти, чем в Ярославле. А то, что в Локомотиве тут надо было понимать сразу, что Симпсон вам не даст результаты первые два-три месяца. Команда сильная, нет вопросов. Дала результат в прошлом году, и, видимо, вот в Локомотиве посмотрели, у нас, в принципе, команда-то сохранилась, там ушло несколько человек и в Ротари, и все. А тут мы вот вчера играли в финале конференции, а сегодня мы бац, и играем там последнее место, там, ну, не последнее, да, но там, по крайней мере, не в зоне в плей-офф идем, естественно, они начинают паниковать, пожарить, там, и так далее. Но это стиль Локомотива. Иногда он дает результат, кстати, как ни странно, но иногда. Но очень редко, да. И тут надо вспомнить еще о том, что и селекция не самая удачная у клуба была, и вот эти вот, там был перебор иностранцев, потом кого-то отчисляли еще с Казионовым непонятной ситуации, и это тоже вопросы к генеральному менеджеру, президенту клубу, почему вот так происходит. То есть я не думаю, что это была селекция, которую вел Симпсонса. Согласен, согласен. И, ну, нужно понимать, что сейчас вот прошло какое-то время после трагедии, да, и сейчас работа должна, то есть, идти вот в рабочем русле. Да. То есть надо понимать, что все, вот, там уже год прошел, да, и нужно, локомотив становится вот опять тем локомотивом, который был до трагедии в плане работы самого клуба, да, вот, и всего остального. Такое ощущение, что пока команда вот думает о тех поблажках, которые были в предыдущих сезонах, а их уже, извините, и не будет в ближайшее время. И не будет. И еще вот один момент, который, как мне кажется, сказался на игре локомотива вот на старте, это то, что команда вот не вышла из этой эйфории, которая была в окончании прошлого сезона, да, и тренеру не удалось ее снять. То есть, вот, тот результат, которого они добились, вот так неожиданно, да, в какой-то степени, он до сих пор у них в головах. Ну, возможно, не отошли, хотя, конечно, если ты профессионал, то, конечно, такого нельзя допускать, в принципе. Если ты профессионал, с другой стороны, Майкин, он говорит, и Геннадий Величкин, что им пришлось выбивать вот эту победу. Ну, они говорили про молодых хоккеистов, те, кто там, условно, я думаю, я очень сомневаюсь, что пришлось там Мазякина, Зарипова и Коваржа снимать Короны. Я думаю, речь шла все-таки там о Косовых, там, и остальных. У Макива много молодых игроков, которые играли первые роли вот в прошлом плей-офф, да, которые открылись, можно сказать, благодаря прошлому плей-оффу только. Да, да, да. Ну, они подбирались еще тогда, да, вот как раз после трагедии, когда подбирались на будущее. Было видно, что, ну, условно, никто бы из Омска, веренно, не отпустил никогда в жизни, там, даже предыдущий менеджмент. Да. Вот, там, условно, и Плотников, понятно было, что это человек, там, уровня перспективы даже НХЛ, об этом Йортика каждый раз, когда мы с ним встречаемся, говорит, там, что Плотников, это игрок уровня НХЛ. Вот, то есть они собрали ребят перспективы, которые должны были давать результат, но, как бы, ну, им нужен нормальный тренер, правильно, чтобы они прогрессировали, и который может их поставить. Я считаю, что как раз Воробьев бы такому локомотиву сейчас не помешал. Зачем было оставаться с ним по-плохому? Это вопрос. Ну, это, да, это действительно нам непонятно, и давай поговорим о перспективах Кинга, вот, что сейчас он сможет сделать, потому что в прошлом сезоне было понятно, да, была хорошая физика от Воробьева, еще у него был месяц на то, чтобы присмотреться к команде, вот этот февраль, да, когда была олимпийская пауза, и потом он так потихоньку уже что-то там свое достраивал на этой базе. Еще надо не забывать, что был Юшкевич, который обеспечил преемственность между Воробьевым и Кингом, а сейчас штаб другой, и, ну, ну, я лично не верю в то, что Кинг сможет провести какую-то суперреволюцию, потому что ее надо проводить, ну, не в плане селекции, а в плане мозгов игроков, то есть видно, что команда сейчас не в том состоянии, а ей нужен сильный вот мотиватор, да, который ведет порядок в раздевалке, вот, я в это не верю, ну, в принципе, может быть, я ошибаюсь, конечно, я потому что и против был того, что, условно, Воробьев там, я не согласен был с тем, что вот так вот с ним расстались, а оказалось, что это было верное решение, да, то есть пришел Кинг, наладил атаку, они бам и грохнули с Кайдином. Посмотрим сейчас, проблема в том, что Кингу, опять же, тоже не дадут, я думаю, много времени, если команда там, условно, будет к Новому году, а найти за пределами плей-офф, я думаю, уже к Новому году начнется поиск третьего тренера. Ну, по традиции, да? Да, но это стиль такой, я говорю, как бы люди смотрят, и, в принципе, о, ну, иногда такое дает результат, зачем от него отходить, да, может, в этом сезоне мы плохо выступим, а в следующем зато, опять же, такой же тактикой сможем опять выйти в финал. Ну, мы же с тобой понимаем, что этот результат сиюминутный, во многом он случайный, то есть, ну, вот так получилось, что команда полетела, да, и там были проблемы и у Динамо определенные, и СКА тоже свои проблемы испытывали. Ну, случайностей в ПО бывает не так много, поэтому, в принципе, если разобраться, то логика, логика, она, ну, в прошлом году точно была, в этом году... Я не о том, что он прямо вот случайно-случайно, о том, что это результат сиюминутный, и он, в принципе, ни на какой командной игре, да, в дальнейшем не скажется. Если ты строишь команду на годы, как это делал там в НХ, вот, ну, недавно у меня был разговор с, там, с Жамновым, да, который говорит, что, вот, знаешь, ну, я вот перед тем, как там возглавить Атлант, ну, нет, даже перед тем, как возглавить Витязь, у меня были разговоры как раз с теми, кто вот проводил селекцию в Лос-Анджелесе и в Чикаго, у него хорошие там друзья, которые именно вот создавали эти команды, ну, там, громко сказать, династии, да, неофициально, скажем так, нынешнее время. И он говорит, я, в принципе, то же самое хотелось сделать здесь, но у нас, конечно, это мало возможно, потому что, вот, бам, ты пытаешься делать команду, взял молодежь, вырастил ее там, провел там через молодежную команду, она вырастает, у тебя раз, одного за 100 миллионов, второго за 100 миллионов забирают, и ты ничего не сможешь, не можешь сделать, как бы, вот. Поэтому, может быть, в Локомотиве тоже не могут наладить эту преемственность, потому что они понимают, в каких реалиях мы живем сейчас. Ну, да, и у клуба внезапно заканчиваются деньги, да, у спонсора клуба, и все на этом заканчивается, все строительство, и начинаются распродажи. Ну, так, да. Давай, так много о каких-то неприятных поговорим, давай о приятных поговорим, и приятно удивляет на старте сезона ЦСКА, вот, на самом деле, команда со своим стилем появилась, или главный тренер со своим стилем появился? Ну, я не удивлен как раз, потому что все знают, что Квартальнов это, ну, сильный специалист, он это уже показывал даже в Северстале, еще до Сибирь, когда у него был, ну, я скажу, мягко говоря, слабый состав, и он с ним что-то, что-то добивался, да, попадал в плей-офф, попадал, да, выходил в плей-офф с Северсталью, которая, ну, была одним из аутсайдеров в борьбе за это, за это место в плей-офф. Вот. И в Сибири, естественно, у него был результат, там, пусть он там, может, не очень хорошо как-то они там расстались, но, по крайней мере, в хоккейном плане это сильный специалист, и в ЦСКА он опять это доказывает. Другой вопрос, у него, конечно, качество игроков совершенно разное было в Сибири и в ЦСКА, но я рад, что у Квартального пока получается ладить со всеми звездами ЦСКА, и более того, все они показывают там результат, не только первое звено, как это было раньше, да, ну, в прошлом году, я думаю, вряд ли кто-то поспорит, что ЦСКА был полностью зависим от роду, если у человека не пошла игра. Даже не от звена, от одного, от одного человека, конечно. Если у него не пошла игра, то все, команда, у команды нет не большинства, у команды нет внятной атаки, да, позиционной. Вот, понятно, что вот условно там они играли с нефтехимиком, человек пять очков набрал и сделал всю игру. Но там может и Муршак забить, который не там, и до Коста у них пришел потрясающий игрок. Прибавили защитники, что ожидалось. Там вот Зайцев в последнюю неделю стал лучшим защитником. Ну, тоже во многом, конечно, благодаря Радулову, который там заходит на себя, двух игроков забирает, там отдает на свободный лед. Но если у Радулова не пошла игра, то у ЦСКА все равно есть определенный рисунок и это радует. я думаю, что был большим просчетом как раз именно прошлый год, там условно, может быть, можно было пораньше как-то пытаться того же квартального вытянуть. Потому что мы получили вот с таким качеством и количеством игроков в команде и с таким тренером мы получили очень сильную команду, которая, я уверен, будет, ну, не выступит, по крайней мере, так, как в прошлом сезоне. Но в прошлом межсезоне Квартальнов вел переговоры с Торпедом, насколько мы знаем, да, и в итоге там все не сложилось, он остался в Сибири, так что в ЦСКА он никак не мог прийти. Ну, нет, тут вопрос в желании ЦСКА скорее. Но это тоже нежелание главного менеджера ЦСКА, это решение было принято выше, да, и он просто с ним согласился, потому что Федоров как раз в Торчете хотел оставить. Ну, вот, представляешь, как бы сейчас играла ЦСКА при Торчете, я сомневаюсь, чтобы они шли вот так вот на 27 очков после 10 матчей. Я не думаю, что Радулов был бы таким дисциплинированным командным игроком, как минимум. Вот в этом я точно уверен. Радулов надо ему отдать должное, все равно, это человек, который при любых конфликтах, отношениях с командой или что-то еще, это человек выходит и все равно как бы оправдывает деньги, которые ему платят. Он, ну, относится профессионально к делу. Здесь, конечно, может быть, он в жизни, сейчас он, теперь у него там появились два персональных журналистов, и он с другими не общается почему-то. Но, как бы, вопрос в том, что на льду, ему надо одолженно, что равных Радулову нет по стабильности и такому качеству игры, и вот, мобильности и так далее. То есть, у нас заканчивается. Саш, спасибо, что пришел в гости, приходи еще. Александр Рогулев был сегодня на трибуне. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова